Доктор Доктор любит раздолбить ступло Боже, как тебе не повезло Он от тысячи сотни гранулём Полоскать их будешь обречён Должна нормально Должна нормально Вы часа не кушаете? Хорошо Ну и две-то сутки красящего избегать Да, то есть не чай, не кофе, ничего такого Ну нежелательно, кофе если только с молоком Ага, ага Ой, спасибо, доктор Спасибо вам огромное, всего доброго До свидания До свидания Здравствуйте, меня зовут Кеша Это имя сценическое, а здесь записано имя метрическое Сейчас я пойду проведать нашего товарища Сашу Ключа Хотел я Ключа пригласить к нам в клинику Чтобы немножко посмотреть, оценить масштаб проблемы Но он у нас человек Малоподъёмный Тем более, с тех пор, как он сыграл В фильме «Бить китов» Вторая часть разрешения на нож Авторитета Гиви Китанзе Ему уж совсем как-то не по статусу куда-то ходить Он вызывает врача на дом Помимо того, смотреть видео на нашу песню «Дупло» Дупло это имеется в виду кариозное дупло, которое в зубе, а не то, которое вы подумали в силу своей распущенности И следите за нашим интервью с Сашей Ключом Подписывайтесь также на плейлист «Шляпа Бэнд Интернешнл» Здарова, Сандро! Здарова! Вот врача тебе привели Отлично! Вон Кеша сейчас переоденется Свои там причиндалы Сейчас мы Позырим, сколько тебе денег надо на твои зубы Денеги нужны немало На улице мне осмотр проводить ещё не доводилось Блин, ну а что поделаешь? Саша вот боится Отработать О, что дела у тебя Круто-круто А ты такая, у тебя с этими зубками тут банданы Это ваш фирменный стиль, да? Да Круто Я ж немножко дешевти Вообще, ты лю-лю-лю-то у тебя тут прибамбасы все, блин Ты дела перчатки Не, ну инструмент мне немного, но инструменты в системе Да, ну чтобы посмотреть-то хватит, наверное Да Ты понял, Саша? Тебе выездной врач даже выезжает Да До такой степени ты Крут Скорее всего, не круто, а обленился Обленился, да Да До чего Ты должен идти к врачу Ну, в принципе, что нам? Если зеркаль, то мы обойдёмся с техники, так если не мешать Да Так, ну там семнадцатый разрушен, восемнадцатый, наверное, удаляться, нет, может не вылез, может не вылез, может не вылез, ну вот здесь у нас три корешка, вот, жевательный зуб у нас развалился, это семерка, шестерка на перелечивание, пятерка тут на удаление, четверку когда-то уже давным-давно удалили. Клычок, ну и клык можно перелечить, и тут единица на удаление, и тут корень от центрального резца, и от двойки, то есть два резца здесь удалять, вот здесь пятерка тоже удалять, семерка удалять, Сколько мы уже насчитали тут уже, на одной такой верхней челюсти, раз, два, три, четыре, то есть зубы, которые уже до состояния корней, они только на удаление. Только четыре сверху, дай ему. Подожди, подожди-ка, тут и дальше у нас полоса, а тут уже и шестерка, и семерка, то есть четыре, пять, шесть. Шесть зубов разрушены до состояния корней на верхней челюсти, это только под удаление. Шесть зубов сверху под удаление. Три из них это коренные зубы, которых по три корня будет. А внизу, что у них там? Внизу смотрим, у нас получается, что-то восьмерки я особо не вижу, наверное, их в те и не было. Не выросли. Зубов мудрости не было. Да, не было, не мудрый ты человек, Саша. О, блядь. Тут тоже корни от семерки, шестерка в непонятно, вот тут как раз, вот он, участок, который довольно хорошо выглядит. Вот, от пятерки, ну, тоже, в принципе, до пятерки. Тут в последней пятерке трюка кориев есть, но не страшно. Так, сколько там на удаление зубов? Восемь зубов на удаление. Восемь зубов на удаление, да? Ну, если по расценкам, как у нас, ну, тысяч двадцать пойдет на удаление, если все это проколоть, ну, где-то так. Вот видишь, Саша, двадцать тысяч, что я только на удаление. Ну, вот. А ты так, как у нас не зубной техник, ты так по ценникам не знаешь. А что ему там потом, имплант или что ему там, мосты шуровать, смотри-ка. Ну, знаешь, внизу ему ничего особо и не надо, честно говоря. Ему заднее только самое удалить, шестерки вот эти восстановить нормально, вот эти зубы надо пролечить. Ага. И, в принципе, ему хватит жевать, то есть, даже ничего, внизу ничего делать не надо, протезировать. Вверху тут хуже. Ну, а вот с передними зубами, что ему делать? Вот здесь ему надо по-хорошему ставить мост, то есть, вот это удаляется, вот это удаляется. Ну, шестерку, естественно, надо перелечивать, вот этот жевательный зуб большой. То есть, сюда коронку, сюда коронку, сюда между ними делается мост, хотя бы вот этот участок закрыть. Ну, понятно. Опять, дальше у него семерок нет, дальше шестерок у него ни черта нет. Вот с этой стороны вообще невозможно протезироваться, честно говоря. То есть, здесь только если бюгель ставить, то есть съемный какой-то. Ну, я понял, понял. Потому что заканчивается все дело пятеркой, и дальше корни, которые в восстановлении, не подлезают. Здесь какой-то съемный только протез. Ну, я понял. Бабочка или бюгель. Бабочка, наверное, подешевле будет. Но он терять сегодня будет. А если импланты ему вкручивать? Нет, подешевле ему не надо. Подороже? Как нормально. Он хочет импланты вкрутить. Ну, тогда с этой стороны вот ставь имплант как раз. А сколько у вас один имплант стоит? 50 тысяч. 50 тысяч только один имплант? Ну, идет от 40, там, от ситуации, смотри. От 40 до 60 где-то единиц. Тогда не надо импланты. Слишком дорого, да? Понятно. Ну, в принципе, ему имплантация... А подожди, имплантация вообще происходит с два этапа, да? Сначала как бы хирургическое вмешательство, вкручивают там болт туда, а потом что-то еще. Ну, тут опять же надо определяться, одномоментно делать имплантацию или с заживлением. Но смотреть на эти корни. То есть, чтобы имплантолог глянул, если можно, допустим, шестерку тоже удалить, место останется, сразу в это место вставить имплант. То есть, не сначала удалять, потом вживлять, а вот одномоментно, то есть, сократить. А так это получится вообще в три этапа. Если все удалить, ждать, пока заживет, потом по зажившему еще надо сверлить дирку, ну, так, по-простому, сверлить дирку и ставить туда, типа, саморез такую штуку. Ну, в принципе, у него не все так страшно там, да? Ну, нет, нет. Внизу вообще неплохо. Вот, видишь? Да. Протезирование, я бы сказал, требуется вот именно на верхней челюсти. Внизу достаточно удалить и прилечить. То есть, ему только самые задние зубы удалить. Да, у него вот здесь пульпит. Самая задняя, самая задняя, ну, это у тебя уже не пульпит. Это, Саша, уже не пульпит, это корни. Ну, вот здесь, да, вот в этом шестерке пульпит. Там Кеша серьезный врач, он, вот я прихожу, у меня даже вроде зубы нормальные, а он все равно там все находит. Ну, вот эти вот, сзади ему корешки удалить, вот эти пролечить и, в принципе, на нижней челюсти, ну, для желания достаточно, у меня необходимости там острых что-то. Вот вверху, да, протезирование требуется. Вот так вот, Саша. Ну, передавай всем привет и там, туда-сюда. Все не так, пацаны, видели, какая у тебя ситуация. С зубами решено, надо делать. Субтитры сделал DimaTorzok